Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Земский доктор в Левашинском районе. Дагестанские врачи получили земельные участки под строительство жилья. Дагестана. Накануне в Дагестане впервые прошел военно-морской парад. За подготовкой и проведением боевого смотра следили мои коллеги. Пластиковая карта вместо наличных денег. Теперь в общественном транспорте Махачкалы можно будет расплачиваться транспортной картой. Пять врачей Левашинского района получили сертификаты на выделение земельного участка. Напомним, проект реализуется в рамках программы «Земский доктор» и за все время успешно себя зарекомендовал. Всего работать на село отправилось более 1300 врачей. Тему продолжит Зумруд Гамидова. Дефицит кадров здравоохранения – проблема общая. Согласно данным Росстата, в стране не достает 60 тысяч врачей. И Дагестан в этом плане не исключение. Поэтому в регионе приняты дополнительные меры соцподдержки медиков сельской местности. Так, пятеро врачей Левашинского района стали обладателями сертификатов на выделение жилищных участков. В ближайшее время они смогут решить свои жилищные проблемы. Вы приехали в Левашинский район. Вы трудитесь в этом районе. Вы спасаете жизни и бережете здоровье наших сограждан. Мы хотим, чтобы вы остались. Мы хотим, чтобы вы трудились здесь, чтобы вы стали семейными врачами, чтобы вас уважали, чтобы каждый житель этого района знал вас, чтобы могли к вам обратиться, чтобы вы душой и сердцем болели за жизнь и здоровье каждого наших сограждан. Сертификат для Марьям Газеевой стал заслуженным подарком. Право на получение участка она, как и еще четверо коллег, доказали своей работой. Хотелось поблагодарить руководство нашей больницы за то, что нас поддерживали в трудные минуты. Мы делали все, что могли для наших больных. Надеемся, что такой период тоже не повторится. Хотим также выразить свою благодарность от лица всех врачей и вам, администрации села, нашему профкомму, вам тоже. Также мы хотим, чтобы наши коллеги тоже удосужились этой же наградой внимания, так как мы все вместе работаем сплоченно, как одна команда. Земельные участки выделяются востребованным и отличившимся врачам, чтобы они остались в районе и продолжали работать дальше. Руководство района считает, что для привлечения специалистов на постоянную работу в сельской местности необходимы достойные жилищные условия, развитая инфраструктура и возможность профессионального и карьерного роста. В период пандемии мы убедились, насколько нам нужны квалифицированные кадры именно в районах, потому что в районе нехватка квалифицированных кадров всегда бывает, и с жильем проблемы. Сегодня наши земские доктора получили по 1 миллиону рублей по программе, в связи с чем мы решили нашим земским докторам, сегодня дали 5 сертификатов. В дальнейшем мы планируем всем, кто получил по этой программе, давать земельные участки, как мы и говорили, подводить к ним коммуникации тоже, и есть нехватка квалифицированных кадров. Для того, чтобы их привлечь, нам нужно, наверное, оказывать какую-то помощь. И это не предел. Право на безвозмездное приобретение земельного участка под строительство жилья получат еще десятки врачей. Это терапевты, акушеры, гинекологи, педиатры, хирурги, стоматологи и другие. Поддержка, которую оказывает республика, поможет закрепиться им на родной земле. До конца года связь и интернет в России могут подорожать на 15%. Интернет-провайдеры и сотовые операторы начали повышать цены на домашний интернет и телевидение. Так, с сегодняшнего дня компания «Вымпелком» повысит стоимость ряда архивных тарифов домашнего интернета и телевидения на 50 рублей в месяц. Другие операторы связи также уже повысили цену. Эксперты связывают подорожание с пандемией. С введенным режимом самоизоляции и переходом образовательных учреждений на удаленный режим работы с учащимися резко возрос трафик и потребление тяжелого контента. В настоящее время обоснованность повышения цен за домашний интернет и телевидение проверяют специалисты Федеральной антимонопольной службы. Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей. Об этом говорится в постановлении городской администрации. В документе расписан порядок применения тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом и троллейбусами по маршрутам Махачкалы. Оплату проезда можно осуществить наличными банковской картой либо транспортной картой. Плата в размере 60 рублей будет взиматься с пассажира при первичном приобретении транспортной карты. Отмечается, что карты могут быть рассчитаны на многократные поездки с лимитом поездок и безлимитные на месяц. Грандиозное зрелище, невиданное прежде. Десятки кораблей, самолеты и вертолеты, пешие колонны. Накануне в Каспийске прошел военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота России. Подробности в нашем следующем сюжете. Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! Команды военно-морских кораблей Махачкалы о уничтожении. В Дагестане впервые за всю историю республики прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Чтобы посмотреть на это зрелищное действие, на воде в Каспийск съехались тысячи людей. В парадном строю около 40 судов и катеров. Среди них пограничные, артиллерийские и даже ракетные корабли. Далее в парадном строю малый ракетный корабль «Углич». Командир, капитан второго ранга Михаил Степанов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! Ура! Ура! Праздник начался с обхода парадного строя кораблей, украшенных прасечными флагами. Парад принял командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук. После чего сотни военнослужащих показали, на что способен флот в случае любой угрозы. Свои возможности они продемонстрировали жителям и гостям Каспийска в постановочных морских баталиях. На ракетном корабле «Дагестан» 176-мм артиллерийская установка за период эксплуатации показала свою надежность и эффективность. Уникальная двухавтоматная шестиствольная артиллерийская установка «Палаш», обладающая высокой скорострельностью и высокой вероятностью поражения противника. Уничтожаются вновь появившиеся цели противника. Противник разгромлен. Кроме того, в смотре войск была задействована и авиация. Она выполняла задачу по обнаружению неопознанной группы надводных целей. К параду были привлечены 14 летательных аппаратов сил Южного военного округа. Поддержку морскому десанту оказали самолеты военно-космических сил, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. Помимо военных моряков, сегодня свой профессиональный день празднуют и парашютисты, которые присоединились к параду, буквально упав с неба. Они совершили прыжок над Каспийским морем и развернули флаги России и Дагестана. После яркого показательного выступления каспийчан и гостей города ждала экскурсия. Моряки пригласили всех желающих детально ознакомиться с военно-морской техникой. Хочу сразу сказать, что по реакции наших зрителей на трибунах, на набережной следует сделать вывод, что все у нас удалось. Самую высокую оценку заслуживают экипажи кораблей, экипажи летательных аппаратов. Отметим, что день военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. Главное торжество по этому поводу проходит в Санкт-Петербурге. Наиболее ярко его отмечают также в городах-штабах четырех флотов в Калининграде, Североморске, Севастополе и Владивостоке. А теперь с 2020 года этот список пополнил и Дагестанский Каспийск, куда из Астрахани перебазировалась Каспийская флотилия. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. И в продолжении военно-морской темы наша съемочная группа накануне парада в честь дня ВМФ побывала на главном корабле Каспийской флотилии ракетоносцы «Дагестан» и убедилась, насколько мощная сила стоит на страже интересов страны в Каспийском море. Это корабль «Дагестан», самый мощный и грозный корабль страны на Каспии, флагман Каспийской флотилии. Так совпало в этом году, что день военно-морского флота приходится на день Конституции Республики. И впервые в Дагестане, именно в этот день, пройдет военно-морской парад. Дагестан изначально спроектирован и построен как корабль-невидимка. Обводы корпуса и материалы обшивки судна делают его малозаметным для обнаружения, ведь палубные надстройки строили с использованием так называемых технологий «стелс». Каспийская флотилия в составе Южного военного округа сейчас наиболее мощное военно-морское объединение в регионе. В ее составе несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, а также береговые войска. В апреле 2018 года в Министерстве обороны России было принято решение о перебазировании главной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Продиктовано это было желанием повысить мобильность основных сил объединения. А силы это немаленькие. Эти неприметные квадратики скрывают шахты ракетного комплекса «Калибр», способного донести свой заряд до цели за 1500 километров отсюда. По словам командира корабля, капитана второго ранга Аюпа Дадаева, который командует Дагестаном уже не первый год, флагман всегда готов показать пример боеспособности и может выполнять самые сложные задачи, поставленные командованием, что не раз уже продемонстрировал, и не только во время учений. Дагестан спустили на воду в 2012 году. За годы службы экипаж, а это больше ста военных моряков, не раз выходил в открытое море, выполняя множество артиллерийских и ракетных стрельб и отрабатывая учебно-боевые задачи. А в октябре 2015-го группировка кораблей Каспийской флотилии во главе с Дагестаном нанесла сокрушительный удар по позициям террористов в Сирии, но крылатые ракеты морского базирования – далеко не единственное многоцелевое оружие на корабле. И еще одно грозное оружие – артиллерийская установка АК-176 – поражает цели на суше, на воде и в воздухе. Умение поражать цели и действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой, показал Дагестан и во время первого военно-морского парада, прошедшего в республике 26 июля, нанеся в море ракетный удар по критически важным объектам условного протива. Готовились к параду моряки основательно. Это первый столь масштабный боевой смотр в их жизни, который, безусловно, останется в памяти навсегда. Готовили парад за две недели. За это время были внезапные проверки, учения для военного человека, как и для моряка. Первое дело – это честь служить на таком корабле, на флагмане Каспийской флотилии. И, конечно, гордость за свою страну. Я горд, что служу на этом корабле. Не каждый корабль способен выполнить задачи, которые выполняются этим кораблем. Были исторические моменты. Не буду перечислять их. За 10 лет я повидал многое. Побывал в несколько государств приграничных. В этом параде с такими учениями, с такими элементами, боевыми стрельбами, конечно, это первый раз. Это переполняет чувства очень сильно. Я рад, конечно, что моя семья придет, мои дети будут смотреть, родители, если получится у них. Мурад Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурад Бигбарзов, новости ННТ, Каспийск. В Дагестане появится первый бесплатный скейт-парк. Его собираются открыть на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история» в Махачкале. Идея создания спортивного объекта прорабатывалась давно, но не хватало финансирования. Инвесторы планировали сделать вход платным, но это не устраивало руководство парка. В итоге проект получил поддержку у Министерства спорта Республики. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает один из основателей футбольного клуба «Анджи», заслуженный тренер России Александр Ашотович Маркаров. Большая часть жизни воспитанника бакинского футбола неразрывно связана с Дагестаном. Почти всю свою игровую карьеру он провел в Махачкалинском «Динамо». В 70-е годы считался одним из лучших форвардов страны. После окончания карьеры игрока Маркаров в разные годы становился у руля команды «Анджи». В 80-е годы наставник основал в столице Республики детско-юношескую футбольную школу, выпустившую множество успешных игроков, которые и сейчас продолжают играть в российском чемпионате. Сегодня известный специалист получает поздравления со всей страны. Но сотрудники спортшколы и юные ученики смогут поздравить своего руководителя позже. Чествование Ашоточи, как его привыкли называть в футбольных кругах, планировалось провести в рамках ежегодного турнира «Кожаный мяч». Однако в связи с последними событиями соревнования перенесены на август. Самые близкие и самые преданные. Друзья и родственники Магомеда Исмаилова организовали бойцу теплую встречу. Накануне спортсмен прилетел из Сочи, где на турнире Лиги ACA одержал громкую победу над Александром Емельяненко. Вместе с болельщиками Исмаилова триумфатора встречала и наша съемочная группа «Слово Курбану Рагимову». Братские объятия и памятные фотографии разделить радость победы с Исмаиловым приехали около 50 человек. Это близкие друзья, родные и преданные болельщики. Каждый из них с замиранием сердца следил за ходом поединка против Емельяненко у экрана. Теперь все самое сложное позади. Пришло время поделиться эмоциями. В главном поединке вечера на турнире ACA Исмаилов задействовал весь свой арсенал. Ударка, борьба, грэплинг. Поединок полностью прошел под его диктовку. Все, что я хотел донести до него первый удар. Вот я знал, если я донесу до него первый удар, то все, что я делал, вот то давление моральное, которое я пытался на него оказать и так далее, которое я оказал на него, я должен был, так сказать, поставить печать. Я должен был попасть в первый удар. То есть я должен был донести до него удар. Уверенная победа, говорит боец, это заслуга всей его команды. Секунданты тщательно спланировали тренировочный процесс, готовились к любому повороту событий. Если бы бой сложился бы в ударной технике, Мухаммад им не уступил бы. Но там был риск пропустить удар. Вы знаете, это же... Да, 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 план был постоянно угрожать ногам, постоянно показывать проход и отсюда переводить на голову. Там были комбинации тройки, двойки. Ну, Мухаммад слышал, уже понимал, да. Мы постоянно угрозы в ноги. Напряжение с нас не спадало вообще. Мы были максимально задействованы полностью. То есть ни один элемент не был упущен. Все платко проходило. Да, местами нервы сдавали, но все равно мы держались. В привычной манере Исмаилов шутит и изучает позитив. Он улыбается и щедро делится своим настроением. Позади полгода упорных тренировок. Сейчас в планах у бойца заслуженный отдых, но почивать на лаврах он не намерен. Будет поддерживать свою форму. Ну, месяцок хочу отдохнуть. Ну, у меня не бывает так отдых. Я в любом случае буду по утрам тренироваться, тогда будет активный отдых. Ну, просто... Просто, да, рахат хочу поймать. Хочу рахат поймать в такой ситуации. Победа над Емельяненко была неоспоримой, однако в интернете уже идут разговоры о реванше. Сам Исмаилов не против. Главное, как говорится, заинтересовать предложением, от которого будет сложно отказаться. Курбан Рагимов, Магмед Абдул-Муталибов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачи вам, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин